Только не говори, что он приехал. Да, бензин кончился похоже. Вот тут уже разбирается потихонечку. Подогрева не хватает прямо. Господа, на улице плюс 4, пробрасывает снег и самое время покататься на квадроциклах. Все вы знаете мою любовь к марке BRP. BRP всегда в сердечке, особенно снегоходы скиду. И поэтому сегодня у нас на обзоре Одесс. Одесс. Собственно, почему Одесс? Все очень просто. Раньше, когда компания BRP была в России, я как амбассадор BRP имел доступ к тестовому парку. И когда мне нужно было ехать на квадропокатушке, у меня не возникало вопросов, на чем ехать. Когда BRP ушло из России, тестовый парк перестал существовать. Кататься надо, кататься не на чем. И мне предложили Одесс. А почему бы и нет? Подумал я. Катну и заодно сниму самый честный обзор на данный квадроцикл. Погнали! Так как квадроцикл абсолютно новый и только что с сервиса, где его собрали, мы направляемся на заправку. Потому как бензина в нем нет. Но что-то пошло не так. Ты не говори, что он приехал. Да, бензин кончился похоже. Я думаю, что бензин. Я надеюсь, что бензин. Залили пару литров бензина, но... Пол бака показывает. До заправки хватит, поэтому погнали заправимся. И дальше. Ну что ж, господа. Значит, сразу что хочу сказать. Ни в коем случае нельзя сравнивать этот квадроцикл с BRP. Это абсолютно разные квадроциклы. Хоть Одесс это и копия BRP на платформе G2. И по двигателю, и по внешнему виду. Но по повадкам это разные квадроциклы. Конечно, копия она не может быть точно такой же абсолютно. И не может быть, конечно, лучше. И мы не будем в этом обзоре сравнивать Одесс и BRP. А постараюсь я рассказать именно про этот квадроцикл. Это не топовый квадроцикл. Это средняя модель. Она отличается чем? Здесь, в отличие от базовой версии, стоят уже получше колеса. 28 дюймов. 9 дюймов шириной спереди, 11 сзади. Wild Tank колеса. Китайский аналог ITP. Примерно по рисунку такой же. Ну, на китайском квадроцикле, конечно, китайские колеса стоят. А здесь к версии Pro добавлен опционально вынос радиатора для того, чтобы квадроцикл не грелся. Вот тут уже разбирается потихонечку. Шнаркеля у нас, чтобы можно было ездить по воде. Да и, собственно, все. А следующая топовая модификация это Pachcross Mood Pro. У него уже стоят в базе 30-е колеса. Стоит защита днища пластиковая уже в стоке. Стоит вынос радиатора и стоит шноркель уже в стоке. То есть ты покупаешь квадрик и тебе ничего не нужно делать. Забыл сказать про лебедку. В стандарте здесь уже стоит лебедка, рунва, синтетика. Правда, плюс стоит от железного троса. Ну, не важно. Здесь уже это все стоит. Светодиодная оптика. Чего здесь нет, это подогрева руля. Это минус. Причем очень существенный. Потому что даже сейчас, вот там, плюс 4, плюс 5 градуса. И ты едешь, когда на прохватах, немножко зябко. А если пойдет дождь, то будет совсем зябко. Что касается технической части. Двигатель полная копия BRP. Я накануне разговаривал с сервисом. Я видел двигатель разобранный Одесс. И он абсолютно точно напоминает двигатель Ротакс. Ранние Одессы комплектовались двигателем копией Ротакса 2003 года. Современные Одессы комплектуются двигателем, который является копией уже современного двигателя Ротакса. Они отличаются. Коробка тоже копия BRP. Редукторы точно такие же, как и на квадроциклах CFMoto. Один поставщик, видимо. Вариатор CVTach. Так как вынос радиатора и шноркели были поставлены опционально. И абсолютно новый квадроцикл, видимо, не закрепили хорошо. Надо сейчас следить за этим узлом. Не защелкивается. О, все. По виду как BRP. Один в один. Посмотрим, как он едет. Хотя сравнивать не будем. Вот есть квадроцикл. Есть Mood Pro. Заряженный. Который уже с 30-ми колесами. Со всеми опциями. И, собственно, который берешь и сразу в болото можно ехать. А есть Pro на 28-х колесах. Без вот этого всего. И если не нужно лазить где-то по болоту. Нужно спокойно покататься. В небыстром темпе. Пойдет ли он для этого? Я думаю, что пойдет. Поехали. Быстро ехать на этом квадроцикле можно, но крайне тяжело. По крайней мере, мне. Особенно учитывая тот факт, что прошлые покатушки я ездил на BRP Konam Renegade. Литровом. Который был специально подготовлен для участия в чемпионате России по трофи-рейдам на квадроциклах. И, соответственно, имел очень крутую подвеску с амортизаторами ELKA Stage 4. И вот после ренегада на ELKA, конечно, отдых со стоковыми юитами, ну, скажем так, не фонтан. Но, тем не менее, терпимо. Что касается резины, то к ней у меня претензий нет. Едет, гребет. Да, и, собственно, мы не лазили в болото. А эта резина предназначена именно для болота. Особенно для коврового болота. Мы же ездили в основном по грязи. Немножко заезжая в небольшую полотинку, и там резина справлялась очень хорошо. Конечно, если вы ездите по болотам, то колесики лучше поставить тридцатые. На тридцатках все-таки поинтереснее. Несколько слов про внедорожные способности. В принципе, они больше моих. В принципе, любой квадроцикл можно взять, и там будут способности преодолевать различные вот такие вот препятствия больше, чем я могу. Я думал, там уже застряну все. Но нет, едет. При том, что я не спускался еще, я не знаю. Так вот просто... Мне кажется, они даже перекачаны. Конечно, мудпро был бы здесь, как в своей тарелке. Тридцатые колеса, если еще приспуститься, заблокировать все, можно спокойненько ехать. Он позволяет больше. Но про-версия на 28 колесах тоже, в принципе, ничего. И я даже не знаю, только в какой-то большой луже понадобился шноркель. А так можно было бы, в принципе, без шноркелей проехать, потому что забор воздуха идет где-то вот здесь. То есть, в принципе, вот так можно было ехать. Вынос, но он тоже такая тема специфичная. В принципе, если вы в грязь куда-то, в болота не суетесь, то вынос, в принципе, вам тоже не нужен. То есть, о чем я хочу сказать? О том, что мудпро, конечно, хорошо, жирно, защита, выносы, шноркеля и все такое. Но не всем это надо. Можно взять спокойно про-версию. Разница в цене там есть. И, в принципе, самому поставить вынос, если надо, шноркель, если надо, колеса больше или защиту еще поставить. Что еще хотел сказать? Это алгоритм включения блокировки переднего привода. Так как я всю жизнь катаюсь на всем известной марке One Love, у BRP полный привод включается кнопкой, как и здесь. 2WD и 4WD. Подключаем передний привод, отключаем передний привод. Но блокировка переднего привода, висколог, так называемый, у BRP, он включался автоматически. Это и хорошо, и плохо. Ты едешь и не думаешь. Включил полный привод, в лужу, в грязь и поехал дальше. Здесь надо об этом думать. Потому как блокировка переднего дифференциала включается отдельной кнопкой. То есть я еду сейчас, еду, включил полный привод, бах, он у меня не едет, начинает садиться. Я вспоминаю, что я не заблокировал передний дифференциал. Заблокировал, все, поехал дальше. Об этом нужно думать. Но это если вы владелец BRP, катались долгое время на BRP, так как я и пересели на Одесс, нужно об этом думать. Если вы ездили, допустим, на Yamaha, у нее всегда было так, что жестко блокируется и поехал. То, в принципе, вам и не нужно переучиваться. Мне пока что неудобно, но это дело привычки. Поехали дальше. Хоть уровень воды в этой луже иногда чуть выше фар, я думаю, что стоковый стандартный квадроцикл без шноркеля здесь проехал бы легко. По крайней мере, два года назад, когда я строил свой старенький BRP на платформе G1, без шноркеля я под таким лужем ездил. Иногда, правда, бывало, заливало вариатор, но это уже нюансы. Двигатель работал хорошо. А вот эта лужа уже посерьезнее, и ее лучше объехать. Хотя вот эта канава мне не нравится. Оп! Ах ты! Зря поехал медленно. На скорости был шанс проскочить. Назад тоже не идет. Хорошо засел. Бампером уперся в грунт, а перед провалился в воду. И все, ни туда, ни сюда. Поможет только лебедка. Но если не совершать глупых ошибок и не тупить, квадроцикл в данной комплектации позволяет многое. Ребятки, да. Конечно, тут любой проедет задним ходом. Это понятно, особенно те люди в комментариях, которые пишут. Но, тем не менее, это не самая топовая версия. Это версия Pro на 28 колесах. И то она позволяет ехать вот по таким не сильно сложным местам. А что еще нужно? Поехали дальше. Ну и, собственно, стандартная ситуация для квадроцикла. Через небольшую болотинку нужно выехать на дорогу. Пониженная передача, полный привод и заблокированный передний дифференциал. В болоте сильно не газонешь, поэтому инерции нет. Оп, не едет. Назад. Нет, нужно менять траекторию. Попробую с левой стороны. И как хорошо, что здесь стоит электроусилитель. По-моему, в современных квадроциклах он стоит везде. И им уже не удивишь. Оп, опять не получилось. Еще раз попробую. Гребет, гребет. Не садится. Честно говоря, я думал, что засяду задним ходом здесь. Но нет. Спокойно выезжаю. Так, еще одна попытка. Сейчас уже поеду направо. А тут вообще какая-то яма. Ну и соответственно, неудачная попытка. Нужно брать еще правее. Главное не застрять. И аккуратно, сильно не газуя. Вот сейчас уже можно побольше газовать. Оп, выехали. Есть. По-моему, что-то отломал. Мда. Плавающие бревна для квадроцикла серьезное препятствие. Тот же Маверик проезжает их легко. Ну-ка, ну-ка, сейчас попробую. Здесь, иди. Не боись уже на ближе. Господа, вот у нас есть уникальная возможность посмотреть систему полного привода АОДЭС. Как она здесь реализована? Когда вы просто едете, допустим, по грунтовой дороге, вы едете на заднем приводе. Задний привод, он всегда дифференциал у него заблокирован. Это нужно учитывать, потому как в повороте, если вы дойдите газ, то он будет дрифтить. Очень весело и классно, но иногда приводит к печальным последствиям. Далее, когда вы съезжаете в легкое бездорожье, где-то, где на заднем приводе вам никак не проехать, вы можете включить полный привод. Но, когда вы подключите передний привод, передний привод подключит какое-то одно из колес, потому что впереди открытый дифференциал. Он блокируется, но об этом чуть попозже. Смотрите. Вот у нас задний привод. Кстати, Володь, мы можем твой помыть сейчас. Это задний привод. И когда вы съезжаете бездорожье, вы подключаете полный привод. 4ВД. Передний мост подключен. Видно у нас, что крутится сейчас два колеса впереди, хотя дифференциал не заблокирован, потому что они в воздухе, оба колеса. Мы можем, в принципе, один сейчас попробовать заблокировать и посмотреть. Неужели кончился? Все равно два колеса крутятся. Где-то, видимо, цепляет. Вот это в воздухе висит. Одно колесо. У нас получается система привода 3ВД. Задняя ось полностью заблокирована и крутится какое-то из передних колес. Это нехорошо, когда вы заехали в какую-то ужасную грязь. И поэтому здесь есть отдельная кнопочка. Когда у вас включен полный привод, мы отгибаем флажочек и появляется желтая кнопка блокировка переднего дифференциала. Мы ее отжимаем. И у нас соленоидом блокируется передняя ось. И получается 4ВД. Все четыре колеса у нас начинают крутиться. Кстати, неудобно сделано то, что запустить можно только на паркинге, либо в нейтрале. На остальных квадроциклах, в которых я катался, можно было и на L, и на H, и на тормозе. Тормоз нужно нажать, включить паркинг, и только тогда он запускается. Можете я туплю? Нет. Вот. Ну-ка, ножной. Нет. Включаем нейтраль. Запускается. Все, заблокировали передний. Все. Сейчас 4ВД. Все, огненный огонь. Пошел разматывать лебедку. Рассказалка. Про 4ВД рассказал, иди разматывай лебедку. Пошел разматывать лебедку. Хорошо, что я ее не замотал сейчас с прошлого раза. А вода-то какая холодная. А как ты, промочился там уже? Не, не, рукой. Кстати, сменил же финтрейл на Вижен. Блин, так круто вообще. Ну, единственное, жалко их, поэтому приходится вот сверху вот это надевать. Так, лады. Первый. Поехали. Да. Отлично, фото снежок опять Печь пробрасывает в ленобласти у нас. Хорошая погода как раз для квадроциклов. В особенности на них есть подогрев и печка. Да, подогрева не хватает прямо. Надо, надо ставить, надо ставить. Но опять же, много мы ездим по ковровым болотам или жесткой грязи. В основном-то дорожки. Ах ты, закидал грязью. Нет, конечно, есть спортсмены, которые целенаправленно идут по конкретному маршруту. И есть любители, которые только в болоте или где-то по шею в грязи. Но в основном квадроцикл покупается не для этого. Хотя мочкануть вот по такой грязевой дороге прямо кайф. Ну и еще одна небольшая канавка. Попробую пройти ходом. Чуть не вышелся из руль. Как и в прошлый раз, передние колеса провалились в канаву, а бампер уперся в землю. И ни туда, ни сюда. Нет! Это все! Это эпик фейл! Как и в прошлый раз, разматываю лебедку. Заросшая канава коварна. Вроде стоишь на твердом, а сделал шаг вправо и провалился по пояс. Да, конечно, после наших покатушек, такой видок у квадрика. Ура! Чуть-чуть юного натуралиста. Ну и вторая попытка проехать по этой болотине. Жирная жижа. Кстати, здесь видно, как работает блокировка переднего моста. После снегоходов еще не адаптировался к квадроциклам и нажимаю газ резко. А на квадроциклах нужно нажимать газ очень медленно и также медленно отпускать. Опа! Еще одно препятствие. И похоже надолго. Ну что ж, господа. Время подводить итоги. Шлем! Собственно, почему я люблю снегоходы больше, чем квадроциклы? Ответ очевиден. Потому что на снегоходе ты приезжаешь чистенький, мокрый, но чистый. А здесь и мокрый, и грязный. Какие итоги по этому... Минус зеркало еще. Ну ладно, это все нюансы. Какие итоги по АОДЭСу? Во всем мире он ОДЭС. А в России АОДЭС. Поэтому будем называть его АОДЭС. Итоги такие. Конечно, сравнивать с БРП, говорить, что это дешевый БРП. Некоторые дилеры вообще утверждают, что ОДЭС сделан совместно с БРП. Вроде как там для обхода санкций. Нет, конечно, это бред все. И сравнивать с БРП, эту технику абсолютно нельзя. Это разные техники, хотя АОДЭС и скопирован с БРП. Зачем изобретать велосипед, когда можно скопировать велосипед? Самый лучший велосипед. Поэтому, собственно, АОДЭС взяли и скопировали. Но, на минуточку, БРП сейчас стоит 3, 3,5, а то и больше миллионов рублей. А цена этого квадроцикла 1.100.000-1.300.000 с копеечкой, с небольшой в зависимости от модификации. Мудпро в стандарте имеет 30-е колеса, вынос, шноркель, защиту. И уже ты берешь квадрик и ничего не надо делать. Конечно, если квадрик покупается для участия в соревнованиях, в чемпионате России, то, мне кажется, тут выбор очевиден. И, собственно, деньги тоже очевидны. Там большие бюджеты. И не только на покупку техники, на покупку тюнинга, на установку, на обслуживание, на содержание команд. Но, если у вас не спортивная эксплуатация, если вы катаетесь точно так же, как и я, грубо говоря, за баней, по несложным местам, получая колоссальное удовольствие от этого, вот от этого, то 1.3 миллиона за такой квадроцикл, я считаю, вполне разумная цена. При том, что есть гарантия, есть запчасти, и это все работает. Да, ломается техника. А что у нас не ломается? У меня снегоход тоже ломался с киду. Но, тем не менее, по гарантии все починили. Отлично. И здесь, я думаю, что проблем с гарантией тоже не будет. Сейчас, конечно, китайцы прут на пролом. Делают квадроциклы. Скоро появятся снегоходы. Очень быстро их модифицируют. Если мы сравниваем АОДЭС прошлогодний и тот, который выпускается сейчас, это разные квадроциклы. И те изменения, которые мы видим, допустим, Мудпро, как раз этот квадроцикл появился по запросам пользователей квадроциклов. Да, они хотели вынос, они хотели шнаркеля, большие колеса. Они это получили уже в стандарте с завода. И еще, ребят, это видео не нужно рассматривать как экспертное мнение профессионала. Я в квадроциклах не профессионал. Я не использую квадроциклы в своей профессиональной деятельности. Я использую их точно так же, как и вы. Для получения удовольствия, для покатушек, для хорошего времяпровождения на природе. Если снегоходы это моя профессиональная задача, и там уже совершенно другой подход к ним, то квадроциклы это для меня кайф летом. Поэтому это видео и нужно рассматривать как мнение такого же, как и вы. Если вы какой-то мега-супер-профессионал-спортсмен, то, конечно... Володя поднял руку. То, конечно, вам нужна другая техника. Если вы такой же пользователь, как я, то, в принципе, AODES подойдет. Предвижу вопрос, а купил бы ты лично сам этот квадроцикл? Этот квадроцикл не мой. Это квадроцикл из пресс-парка, дистрибьютором. Я отвечу, что, наверное, да. За миллион триста... Ну, три с половиной и миллион триста, да? Разница есть. А кайф... Кайф он где-то рядом. Точно так же, как и в снегоходах. Можно кататься на старом снегоходе рядом с новыми и получать от всего, что происходит вокруг, точно такой же кайф, как и люди, которые отдали там в три-четыре раза больше за снегоход. Здесь то же самое. Поэтому, ребята, катайтесь на разной технике, эксплуатируйте, получайте колоссальное удовольствие. И ставьте палец вверх этому видео. Всем пока. Как-то надо сейчас достать его отсюда еще.